Сидор, конечно, прежде всего скульптор, но художник такого диапазона, он, конечно, не мог остановиться только на скульпторе. Узкая специализация ему была чужда, и он оставил множество графических и живописных работ, которые, в свою очередь, дают нам дополнительно представление о мире, об искусстве художника. И начал он заниматься графикой, когда после тяжелой болезни, как он сам сказал, художнику все на пользу, даже горе и болезни, он не мог физически заниматься скульпторой и занялся графикой. И в течение нескольких лет он активно участвовал в иллюстрировании различных книг и активно сотрудничал с журналом «Юность», где много-много всяких рисунков опубликовано. Надо сказать, что Сидор был един в своих проявлениях, и графика его тесно связана со скульптурой. Все приемы схожие, схожие образы, главные образы схожие. И вот мы видим, гротеск пошел оттуда, потом, видите, гротеск стал у Сидора развиваться и буквально приобрел формы такого тяжелого гротеска. Начиналось все с каких-то вот таких вот вещей. Кроме того, в это же время, мы знаем, в 60-х годах он создавал свои памятники. То есть после болезни из глубин памяти у него возникли вот эти тяжелые военные не столько воспоминания, сколько, видимо, ощущения вот этого ужаса, который он пережил. Это все вот из журнала «Юность». Вот мне, так сказать, Юля подарила потом вот эти все картинки, зная, что я вот занимаюсь книжной графикой. Вот. И основная его книга через... Да, вот видите, тут как раз видно, что тематически у него как-то вот повторялись эти образы. Джаз, музыка, видно, его в тот момент вот интересовала. И вспоминая его, немножко я перескочила, вспоминаю, да, вот видите, вот это праздник. Сейчас будет праздник графический. Сейчас вот... Самое главное у него вообще, у Сидора, это стремление как можно более скупыми средствами и лаконичными достичь максимальной эмоциональности. Вот книга, которой, собственно говоря, через которую я познакомилась с искусством Сидора раньше, чем с ним самим, это книга Мераса «Ничья длится мгновение». И надо сказать, что это тот случай, когда художник просто выступился автором писателя, потому что и пластический язык совпал с языком литературным. Они скупые такие, скупой стиль, лаконичный стиль и очень выразительный. И вот мы как раз это тут вот видим. Вообще искусство книги для Сидора не было таким вот новым даже, потому что когда... Концлагерь. Когда он ввел свой детский дневник, там есть такие слова, он рисовал там картинки, и есть такие слова. Как хорошо, что я придумал рисовать картинки в своем дневнике, теперь это будет настоящая книга. И потом этот дневничок так трогательно подписан. Инкунабулы. Ну вот мы видим как раз характерный для Сидора. Линия такая вот очень точная, математически выверенная. Вот как он скульптуру уверял каждую сантиметр, так в рисунках каждый миллиметр. Просто вот все. И если есть только художники, которые, можно назвать их виртуозами, оппозицией, контрастов, то Сидор один из них, все его искусство, оно вот построено на контрастах, оппозициях, каких-то противопоставлениях. То это черное и белое, и какая-то живость. Если вот точно приглядеться, мы увидим, что здесь нет лица одинакового среди этих. Кроме того, даже рисунком свойственен монументализм. Вот эта картинка была увеличена в 70-х годах студентами МГУ. Без спроса художника, но тем не менее, провисела там 2-3 дня. И было видно, что вот она выдерживает такое сильное увеличение. Вот такой рисунок, это 69-го года, под воздействием повести Гроссмана сделан «Треблинский ад». И сам об этом рисунке, Сидор так сказал, записано в дневнике Юли, что Дима сказал, что он создал эпохальный рисунок. Вот сделаешь такой рисунок и чувствуешь, что, в общем, прожил не зря. Там тела не изможденные, а здоровые тела. И в центре святое семейство, потому что каждый день распинают Христа в нашем мире. Вот мы видим гравюры, схожие мотивы совершенно, скульптура, гравюра. Что касается гравюр, значит, здесь характерны для Сидора то, что... Не то, что для Сидора, для печати этих гравюр, их печатали не на станке, а рукой вот так вот, или ложкой. И получалось, каждый отпечаток был разный. Каждый отпечаток отличается от другого. И когда случайно там слетал, получался брак, он их дорисовывал каким-то образом, или мы раскрашивали это краской, и они считались уникальными. И вот даже была папка, где они лежали, и было подписано, уникальные. То есть вот иногда, вот он, какие-то вот... Это олимпийские игры, есть графические нарисованные, есть вот цикл гравюр, олимпийские игры. До этого был цикл 101, это гравюра на... Это тоже из цикла 101, гравюра на вечные темы. Надо сказать, что вечные темы сейчас термин довольно избит, да, вот такие, то, что называется, общечеловеческие ценности. Тогда же этого вообще никто не говорил. Просто вот это, конечно, вот так. И вот сейчас как раз вы увидите, это одна и та же гравюра, разные отпечатки, вот они немножко отличаются. И таким образом иногда даже они вот как и эмоционально меняются. Теперь я что хочу сказать. Если в своем скульптурном творчестве Сидор в какой-то момент пришел, видите, влияние графики, в свою очередь, на скульптуру. Скульптура через 10 лет была создана после этой гравюры. Это из мутаций. Тут вот какое, смотрите, противопоставление. Линия тонкая такая, как будто должна рисовать Боттичелли, а рисует такие ужасы. Это похожий рисунок был сделан в 60-х годах, после прочтения рассказа Платонова «Мусорный ветер». Похожий. Это его как будто бы переработка. И у Платона есть такие слова «Не солнце испепелит». Я не точно цитирую, «Не солнце испепелит человека». Человек сам себя погубит. Лучшие умрут, а худшие превратятся вот в таких ужасных людей. И вот скульптура тоже некоторая имеет совершенно графическую форму, как будто нарисованная. И она вырезана из металла, совмещенная с объемным массивом. А это, смотрите, вот к концу его скульптуры стали легче и графичнее. И то есть тоже как-то более, они ближе к рисованию. Ну не все, конечно, вот какая-то часть. И последние рисунки, ну после где-то в конце 70-х, 80-х годах, они становятся легче. Как будто бы вот, ну, немножко отпускает его вот это вот мучительные. И я бы здесь сравнила эти мотивы с джазом. Не в смысле того, что здесь передана музыка, а что это джазовые вариации на какие-то темы. Они бесконечно льются. Бесконечно. Если первые рисунки, во всяком случае, вот я видела, он как-то там что-то вытирал, менял, ластиком, что-то такое как-то, то здесь никаких не было предварительных эскизов. Все рисовалось бесконечно. И этому нет конца. Их тысячи. То есть берется какая-то вариация, и она бесконечно разрабатывается в разных-разных видах. Вот. Вот это тоже вот какое-то возвращение идет. Очень близко графически это выглядит победитель. И вот тоже, по-моему, очень графичный. Это скульптура с очень близка к этой графике. И тематически как бы Сидур завершил свой цикл. Он вообще ведь циклично мыслил, циклично жил. Начинал с мотивов любви и закончил мотивами любви. И, в общем, умер в один день почти со своим днем рождения. Спасибо за внимание. Спасибо.